Конфликт Израиля и Ирана. Дело идет о Третьей мировой войне. И Иран это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Кто купит мегафон? Всем привет, в эфире Универньюса, а в студии Амир Ахтямов. 29 января средство массовой информации заполонило новость о начале военной операции Израиля в Иране. В чем суть конфликта, и есть ли мирные способы его разрешения, разбиралась наш корреспондент Карина Саяхова. Дело идет о Третьей мировой войне. Иран это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Мы будем вынуждены пропустить беженцев туда к вам. К вам Европа пропустит, турки по нашей просьбе пропустят. Вот все у вас там соберутся, и в вашей стране конец. В ночь на воскресенье 29 января несколько городов в Иране были атакованы неизвестными дронами. Израильская страна напала на штаб-квартиру Корпуса Стражей Исламской Революции, ключевого иранского воинско-политического формирования, базу спецназа КУЦ, Центра производства боеприпасов, а также военные базы в Хамадане и Киреджи. Издание «Аль-Арабия» со ссылкой на израильские СМИ охарактеризовало происходящее спецоперации Израиля по уничтожению иранской военной промышленности. По словам эксперта, отношения между государствами никогда не были особо гладкими. Вот эта ситуация, она сегодня привела к серьезным обострениям. И как бы Израиль заявил о том, что он готовит широкомасштабную операцию против Ирана. Но говорить о том, как будет развиваться этот конфликт, наверное, преждевременно, потому что вообще регион Ближнего Востока – это регион очень подвижный, это регион, который находится в состоянии постоянного кипения, там сталкиваются многочисленные противоречия, многочисленные интересы. Для того, чтобы понять суть нынешнего конфликта, необходимо окунуться в историю дипломатических отношений Ирана и Израиля. Они считаются одними из самых запутанных на политической арене по целому ряду причин. Ну, во-первых, нужно отметить, что после Исламской революции 1979 года Израиль не признал Иран и расторг с ним государственные отношения. Ну и, в свою очередь, Иран не признает государство Израиль. Хотя в 2010-е годы были попытки преодолеть эти разногласия и как бы установить межгосударственные отношения. Но к серьезным, так сказать, изменениям это не привело. Вторым, не менее значимым аспектом данной проблемы является вопрос о том, что Иран занимает самостоятельную позицию в отношении Израиля по сравнению с другими странами арабского мира. Иран – это шиитское государство, а большинство стран Ближнего Востока и Северной Африки – суннитские государства. С этой точки зрения у Ирана есть определенная линия поведения, отличная от других исламских стран. Последний период ознаменован осложнениями отношений с Ираном. Одной из главных проблем последние годы и десятилетия, наверное, была проблема ядерной угрозы Ирана, поскольку Иран активно разработал ядерное оружие, а Израиль категорически был противником того, чтобы Иран обладал ядерным оружием. И в этом смысле отношения между Израилем и Ираном очень сильно обострились. На сегодняшний день трудно сказать, будем ли мы видеть эскалацию этого конфликта, или он станет очередным эпизодом в Ближневосточной напряженности. Но факт региональных противоречий не отметить нельзя. Россия, в свою очередь, обеспокоена очагом вооруженного конфликта. Предположительно, она будет выступать в роли медиатора. Карина Саяхова, Универньюс. Ростелеком ведет переговоры о покупке мегафона. Подробнее в теме разбирался наш корреспондент. В конце 2022 года на согласование в правительство России поступил вопрос о покупке Ростелекома мегафона у USM Group. Также активом интересуются и другие инвесторы, в том числе непрофильные. Предложения о его покупке поступают не первый год. Это происходит в связи с тем, что мегафон демонстрирует хорошие результаты. Отметим, что в случае сделки на рынке сотовых связей число операторов сократится. Возможно ситуация, при которой одному собственнику, в данном случае, допустим, Ростелекому, будет принадлежать два независимых оператора, ну, то есть как, зависимые от него, но независимые друг от друга, да. И, соответственно, в таком случае у нас на рынке также останется четыре оператора. Но в данном случае, скорее всего, вы правы в том, что действительно, наверное, будет объединение этих двух операторов, да, то есть мегафоны теле-2 в один. И, таким образом, на рынке появится новый оператор, который будет крупнее, чем все остальные существующие, в частности, крупнее, чем лидер нынешней МТС. Федеральные антимонопольные службы сообщили, что не получили ходатайство Ростелекома о приобретении мегафона. Более того, данная сделка не может пройти мимо фаз. Кроме того, такие сделки попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службы, которая изучает ситуацию, да, смотрит, как это отразится на рынке, то есть, в принципе, может заблокировать даже сделку, если она считает, что это будет плохо для рынка, для конкуренции, вот. Или наложить какие-то, например, определенные ограничения на эту сделку. Но в данном случае, учитывая то, что Ростелеком является очень-то государственной, про государственной структурой, соответственно, я думаю, что так иначе эта сделка будет одобрена. Мотивами приобретения сотовой компании могут быть различные. Это желание расширить спектр услуг, отсутствие у конкурентов ресурсов для продвижения бизнеса. Наверное, мотивом продавца, скорее всего, является последствия санкции, которые были введены против российской экономики, в частности, телекоммуникационное оборудование, большая часть его была импортной. Сейчас у нас доступ к этим технологиям, тем более у частных компаний, в общем-то, сильно ограничено, доступа почти нет. Вот, конечно, функционирование частных компаний в этой сфере сильно затруднено. Сейчас Ростелеком владеет стопроцентной акцией Теледва и приобретение второго крупнейшего оператора на рынке после МТС сделает госхолдинг безусловным лидером в мобильном сегменте связи. Адалина Абдрахманова, Универньюз. Каждый родитель сегодня уделяет особое внимание правильному развитию своих детей. Стимулировать мозговую активность помогают специальные тренажеры, отвечающие за координацию движений и умение держать равновесие. В чем особенность таких приспособлений, расскажем в следующем сюжете. Подарок ко Дню науки в виде нейротренажеров от ректора Казанского федерального университета Линара Сафина получил детский сад КФУ «Мы вместе». Это специализированное учреждение для детей с расстройствами аутического спектра. Основа роста, развития и обучения начинается с сенсорного и моторного взаимодействия с миром. Это происходит успешнее в условиях целенаправленной деятельности – рисования, лепки, аппликации и другие. Сенсорная стимуляция и обратная связь управляют мозгом. И наоборот, моторная система управляет сенсорной стимуляцией. Одно без другого невозможно. Это лежит в основе упражнений на нейротренажерах. Комплекс упражнений использует баланс и физическое движение для интеграции систем слухового, визуального, двигательного планирования, тактильного баланса, позиционирования тела и нейробиоуправления, чтобы усилить нейротрансмиссию и фактически откаблировать функции мозга. Развитие межполушарных связей – основа для развития интеллекта. Именно для развития и создания новых нейронных связей была придумана межполушарная доска. Правое полушарие специализируется на эмоциях, пространственной ориентации, творчестве, музыкальности, информации, которые выражаются в образах и символах, то есть получаемой через органы чувств. Далее по нейронным связям информация должна передастся в левое полушарие, которое специализируется на функции речи. Левое полушарие также отвечает за способность к чтению и письму, языкам, запоминанию фактов, логическому мышлению, способности к преодолению различных испытаний. Занятие на межполушарной доске способствует созданию новых нейронных связей и синхронизации работы двух полушарий, повышению концентрации внимания, развитию произвольности, повышению скорости чтения и письма, усидчивости, зрительно-моторной координации, развитию образного и креативного мышления. Кроме того, тренируются мышцы запястья, руки и развивается мелкая моторика. Детская нервная система в момент такой игры получает дополнительные стимулы от рецепторов всех чувств. За счет использования современных нейродвигательных коррекционных упражнений можно легко корректировать слабую двигательную координацию и нарушение ритма, темпа речи. Эти задания помогают улучшить мелкую и крупную моторику, ловкость кистей, развивать способность к выполнению симметричных и асимметричных движений, укреплять вестибулярный аппарат, развивать подвижность плечевого пояса, а также снимать стресс и напряжение и предотвращать нарушения, связанные с восприятием пространства и времени. Ну и самое главное, с их помощью можно корректировать нарушения речи. Использование нейротренажеров является важным условием в работе с детьми с расстройствами аутического спектра для их успешного обучения, социализации и гармоничного развития, при этом способствуя развитию мозга, психики ребенка, укреплению нервной системы и тонуса организма. Алина Красильникова, Хафиз Гараев, Универ Ньюс. В инжиниринговом центре Казанского Федерального Университета прошел традиционный день открытых дверей. Подробнее в сюжете. 28 января в инжиниринговом центре КФУ прошел традиционный день открытых дверей, целью которого является ознакомление потенциальных абитуриентов и их родителей с деятельностью с набережной Челнинского института КФУ. Презентации своих направлений, подготовки и специальностей провели все отделения института. День открытых дверей. Традиционно мы его делаем в феврале месяце. В этом году мы решили его сделать немного пораньше, чтобы абитуриенты могли определиться с тем ЕГЭ, которое они будут сдавать в этом году. Ведь его нужно выбрать до 1 февраля. Набережная Челнинский институт КФУ готовит специалистов по многим направлениям. Машиностроение, энергетика, IT-технологии, строительство, экономика, юриспруденция. На 2023 год выделено 660 бюджетных мест по программам высшего образования. В конце школьники смогли задать интересующие вопросы представителям института и получить на них ответы. День открытых дверей набережной Челнинского института КФУ помогает потенциальным абитуриентам и их родителям сделать уверенный шаг в будущее. А данное мероприятие еще раз доказывает, что выбор института в качестве места дальнейшего обучения будет правильным решением. Ведь институт способен помочь студенту раскрыться и как талантливому ученому, и как разносторонней творческой личности. Могу сказать, что сам институт набережной Челнинский КФУ очень хорошо организован. Здесь все очень красиво, очень просторные аудитории, приятные люди, которые разбираются в том, что рассказывают. Напомним, что Казанский федеральный университет продолжает проводить КФУ Live, где абитуриенты могут задать вопросы, связанные с поступлением в Казанский университет. На все вопросы в режиме реального времени готовы ответить преподаватели институтов. С графиком КФУ Live можно ознакомиться на сайте университета. Амир Ахтямов, Центр медиакоммуникации, набережная Челнинского института КФУ, универньюс. На этом все. В студии была Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!